всем привет дорогие друзья погода у нас сегодня отличная снежок выпал беленький чистый очень приятно думать и мне нельзя поэтому я тут стою на балконе дышим воздухом хочу вам рассказать про историю которую я очень интересуюсь последнее время много об этом говорят много информации есть но иногда начинаешь разговаривать с людьми и выясняется что они либо совсем не слышали либо так очень отдаленно представляет что там произошло а история это о том что произошло в пятьдесят девятом году на перевале дятлова и тогда это был безымянный перевал перевалом дятлова у нас позднее фильм вот вот только прошел по тнт и я хотела было его посмотреть потому что я стараюсь не пропускать информацию какую-то новенькую и мне было интересно посмотреть версию автора фильма ну так вышло что я посмотрела последнюю серию буквально уже вот последние минут двадцать наверное так не поняла какая у них версия была но так поняла что пролетающие шары то все-таки там было светящийся шар но давайте я вам расскажу картиночка что там было значит феврале пятьдесят девятого года группа туристов составе которых были студенты уральского политехнического института молодые специалисты и был один товарищ с ними он был не молодой относительно возраста лет наверно 38 было студентом он тоже не являлся а пошел с ними потому что им надо было ну что теперь типа там спортивный разряд или что такое вот получить за то что он будет участвовать в сложном походе самая такая он темная личность считается среди них так вот они отправились поход на северный урал если посмотреть по карте то это самый-самый север соведаловской области что было понятно насколько это север там бывает северное сияние даже прям вот уже уже почти полярный урал они должны были пройти за весь маршрут что-то триста двадцать или триста тридцать километров на лыжах то есть они поехали из свердловска северные поселок и оттуда уже начали там что-то еще на машине на грузовике подвезли и вот они уже начали там потом свой поход на лыжах двенадцатого февраля они должны были выйти на связь то есть вернуться обратно в поселок из которого начали свой лыжный маршрут и оттуда дать телеграмму спорткомитет упи института что все походы благополучно завершён они возвращаются уже обратно транспортом но телеграмма это так и не было ни кем получено и все и через несколько дней наверное там через день-два уже начали поисковые списательные работы закинули три группы поисковых ладно спасательных еще надо было найти сначала в точности маршрутах оказалось что никто не знает там ну знаете да вот кто занимается спортивным таким туризмом знаете что нельзя просто так там взять и пойти куда угодно нужно рассказать маршрут там состав все как раз таки на случай если что то чтобы знать хотя бы где искать и вот получилось что маршрут точно никто не знает только примерно почему-то официальных документов нет сестра одного из участников как раз таки знала и вот по ее данным мы стали искать три группы было потом местное население анти они сказали что увидели на что-то похожее на туристическую стоянку и вот отправились туда и там мы действительно нашли что нашли стояла палатка почти вся полностью заваленная снегом установлена она была как полагается по всем правилам растянута на лыжных палках ну то есть это обычное дело что палатку ставят и закрепляют ее лыжными палками и вот одна палка там уцелевшая торчала а палатка была почти вся засыпана там чуть-чуть совсем виднелась что наводит сразу о мысли что лавина сошла одна из версий что случилось это вот именно лавинная версия но есть факты которые вроде как опровергают эту версию так вот в палатке никого не было там были их рюкзаки теплые вещи в общем большая часть их снаряжение продукты все все было там палатка вся была завалена в палатке были сделаны разрезы через которые они как видно ушли от палатки вниз по склону вели следы и видно было что они там организованно аккуратненько уходили не бежали в панике там не вот так вот судя по следам но при этом кто-то там валенка была кто-то например в одних обычных носках то есть неожиданно им пришлось покинуть палатку то никак они этого не ожидали через некоторое время примерно в полутора километрах от палатки вниз по склону нашли костер остатки костра такой небольшой костер но он видимо горел потому что он там землю ушел вот кто разводил костер зимой знаю да что сначала разводишь тут на поверхности а потом когда он прогорит он туда далеко под снег уходит как будто бы даже в землю что прогорает вниз потому что почва прогревается и он уходит немножко вниз сюда вот так сейчас минутку замерзла рука замерзла держать холоде телефон перешла сюда так вот возле этого костра костер был под кедром кедр и и значит остатки костра и было видно что там они видимо хотели переждать не погоду еще была очень плохая погода к метель была и ну просто холодильный февраль на урале этого богу и они видимо собирались там как-то переждать что ли какое-то время на ломали лапник на ломали кетом сучки и все было подготовлено люди эксперты которые потом смотрели говорили что но это явно не двое на ломали целая группа скорее что ну вдвоем было бы столько не собрать ну по другим признакам тоже видно а почему говорю двое потому что там возле этого костра были найдены два труба по сути они погибли все никого из них живым не нашли так вот там нашли два трупа потом стали искать нашли еще троих четырех и они все были на расстоянии там от 150 до 300 метров друг от друга и все после этого долго долго искали и следующее следующих нашли только в мае то есть вот с февраля по май ничего найти не могли маят и стала таять и нашли ручей там был такой как бы у ложбинки в такой и вот там они нашли нашлись зимой понятно что ручей был замерзший ну ручей на понимать что там не ручеек такой знаете который вдоль дороги так по весне бежит а закон как речка маленькая речушка вот там нашли их невидима там хотели укрыться одни погоды переждать там что ли в более закрытом месте и вот их там нашли там было тоже обустроено как типа сидячие места там для нескольких человек вот как будто бы сделаны и вот вышло что они все погибли большинство из них погибли просто вот от холода замерзли никаких травм особых у них не было найдено ну ссадины там синяки а у троих были тяжелые травмы одной девушки была травма грудной клетки с обширным кровоизлиянием в грудную полость и по заключению с медэксперт она бы с такими травмами могла прожить ну минут десять-пятнадцать находясь сознание не более и у двоих парней были травмы головой травмы черепа тоже тяжелая травма от которых они все равно бы умерли если раньше не замерзли перелом перелом что-то было вдавленная травма головы было то есть как будто например там на камне лежал и вот придавила голову вот так вот и вот значит два вопроса два самых таких главных ну кроме того что вообще там произошло вот если на эти вопросы ответить ответили бы именно самый главный да во первых что их выгнала из палатки и как были получены эти травмы версии миллион значит вот лавинная версия самая такая казалось бы очевидная не мистическая много чего объясняющая них сошла лавина конечно уральские горы это не кавказ лавин таких там не бывает но тем не менее говорят еще может быть не лавина снежная доска ну то есть это по сути тоже лавина только маленькая относительно небольшой объем снега такую спрессовавшегося может быть вот они когда устанавливали палатку на скулу не потревожили всю эту снежную массу то и на них сошла такая снежная доска может быть в принципе палатка была завалена снегом многие говорят что есть фотография такая вот эта платка видно что над ним снегом засыпана она на лыжах растянуты говорят что вот интересно значит палатка засыпана лыжи не тронуты но эта фотография уже не того в каком виде палатку нашли а потом когда и не там исследовали стали смотреть что там внутри ее уже спасатели на лыжи то растянули то есть это не показатель и в принципе да из-за лавины могли быть и травмы эти получены люди которые давно исследуют эту историю вот они как-то больше к лавиной версии склоняются говорят что она все объясняет но половиной было бы просто объяснить да чё проще ну сошла лавина ну они значит там покинули палатку в которой нельзя было находиться а потом все замерзли пытались там где-то в других местах устроиться переждать может быть вот эту непогоду ночь потом пойти откопать палатку забрать вещи ну дело было такое прям засекреченное все и никто точного ответа не дал сказать было видно сошла и сюда но тогда дело было когда всех нашли поисковой операции прекратили и дело закрыли написав что они столкнулись какой-то не при непреодолимой силой так такая формулировка расплывчатая да какая-то непреодолимая сила воздействовала на них следствие чего не покинули палатку есть сторонники того что на них было оказано влияние извне а именно какое местное население манси они говорят что видели какие-то светящиеся шары в небе и по моему там такой светящийся шар у кого-то даже был запечатлен на фотопленке но не фотографировали дневники или фотографировали что может быть там какие-то испытания проводили их нибудь там ракет не могло ли на них попасть какое-то облако из химического вещества вследствие которого они там все разум потеряли ну как вариант подверглись его воздействию вот этих веществ и кто там сам себе травму нанес кто чего в панике разбежались но опять следы ведущие от палатки вниз по склону говорят о том что они не в панике бежали они организованно уходили какие еще версии но мистические там всякие это понятно без мистики никуда даже как-то знаете битвы экстрасенсов было испытание такое надо было рассказать что там произошло но если принимать на веру все что происходит битвы экстрасенсов то ни один из экстрасенсов четкого ответа не дал получилось сколько экстрасенсов столько мнений все говорили разные никто ничего толком так и не сказал это же были там от мистических версий то вполне реальных кто-то считает что их убили всех и замаскировали под природные явления а кто их мог убить но те же мантии что они будто бы там вторглись какую-то священную зону и вот за это поплатили жизнями кто считает что беглые уголовники были там там же такие места где лагеря находятся от эти всякие исправительные ну тоже знаете вряд ли беглые зэки понеслись не пойми куда в какой-то там необжитый район чтобы они там стали делать они там также точно замерзли все все-таки туристы идут подготовленные с рюкзаками с запасом там с теплой одежды интересно кто это беглым языком все приготовил они погибли много раньше них есть версии что может быть им они какое-то высокое начальство застали за браконьерством но тоже в такое место ехать там охотиться знаете это самоубийца там место вот оно совсем не для прогулок и и есть такая версия что они работали на иностранцев некоторые из участников частности может быть самый старший как раз передавали им секретные сведения какие-то и вот должны были ним передать там где-то там встретиться и передать и вышло так что эти иностранцы рассекретили себя кто-то что-то заподозрил кто-то там выдали в общем себя и решили с ними так расправиться чтоб никто ничего не узнал но опять все следы найденные там говорят то что там будет только они никого там больше не было других следов не было там потом еще неоднократно проводились расследования и говорят что может быть не совсем правильно вот это судмедэкспертиза была проведена что вот эти травмы мозга они могли быть уже посмертными вследствие оледенения мозга случится в пятьдесят девятом году это могли не знать потом в 2018 году снова было проведено следствие и признано что все-таки лавинная версия была правильной но все равно у людей которые этим давно интересуются много вопросов относительно этой лавинной версии люди пытались которые верят в мистические версии воспроизвести все события в тот же день и в то же время в таком же составе прийти что может быть ну говорят о тортейн гора мертвецов там мистика вроде того что но ничего там такого с ними мистического не произошло переночевали до обратно отправились что там нельзя было в девятером идти у них был десят участник похода но он сошел еще до того как они на лыжи встали то ли он что-то заболел короче он ему пришлось обратно вернуться в общем дело для тех кто интересуется она до сих пор не закрыта вопросы остались на самом деле когда начинаешь смотреть оказывается еще очень много 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 таких случаев происходило но вот это самый наверное такой громкий саморезонансный такой да в принципе еще много было таких случаев когда вы пошли и что-то случилось и непонятно толком что если вам будет интересно я могу рассказать не то что мне нравятся эти истории но вот захватывает начинаешь читать и прям заинтересовывает это дело сам это главный вопрос да что что там произошло почему так произошло ну вот ответа нет на самом деле ответа до сих пор нет кто смотрел сериал напишите мне пожалуйста какая версия была у автора фильма но что я так и не посмотрела ну всем спасибо за внимание всем пока пока